Всем привет, братцы и кролики, с вами Мухинсон77. Сегодня я вам покажу настройки трех топовых тактик для атаки. Если вы любите играть в атакующий футбол, или вам нужно отыграться, а времени совсем не остается, тогда эти схемы и тактики к ним вам помогут. Вы готовы? Наливаем чаек и помчали непосредственно к схемам и тактикам к ним. А вот и непосредственно первая тактика 4-1-2-1-2, вторая узкая схема. Защитный стиль прессинг при потере мяча. По всей ширине пятерка, глубина шестерка. Атакующий стиль сбалансирован. Вы можете поставить еще, если чувствуете, что вам не хватает движения, можете поставить на быстрый розыгрыш. По всей ширине пятерочка, штрафной 6, угловые штрафные по 2. Переходим непосредственно к указаниям игроков. Непосредственно задачи игроков, и как всегда мы начинаем с вратаря. На балансе ничего не трогаю, ничего не передвигаю. Центральные защитники тоже самое. На балансе ничего не трогаю, ничего не передвигаю. Крайние защитники. Атакующие рывки, баланс. Перехваты, баланс. Тип забегания. Забегание ставлю. Только ставлю забегание, больше ничего не трогаю. Опорный полузащитник. Оборонительная игра. Закрывать соперника. Поддержка в атаке. Оставаться сзади при атаке. Перехваты на балансе, как обычно, по умолчанию. И защитная позиция. Закрывать центр. Полузащитники. Центральные полузащитники. Вообще ничего не трогаю. Даю только даже закрывать фланги. Тоже не даю. Все полностью на балансе. Цапник. Поддержка в обороне. Оставаться впереди. Поддержка при навесах. Замыкать навесу в штрафную. Держать позицию. И обычный переход. Переходим к нападению. Одному и второму нападающему я даю одинаковые настройки. Сбалансированная ширина. Забегать за защитников. Обычные перехваты. И оставаться впереди. Держите. А мы переходим к следующей схеме и тактике. И вот непосредственно следующая схема. 4-3-1-2. Защитный стиль. Прессинг при потере мяча. По всей ширине 4. Глубина 4. Атакующий стиль сбалансирован. По всей ширине 5. Игроки в штрафной 6. Угловые штрафные по 2. Переходим непосредственно к указанию номерка. Как обычно, начинаем с вратаря. Все по умолчанию. Ничего не трогаю. Центральные защитники то же самое. Левый и правый защитник получают указание присоединиться к атаке. Остальное все по умолчанию. Переходим к полузащитной линии. Левый и центральный полузащитник получают одни и те же указания. Я здесь им только даю закрывать центр. Остальное все по умолчанию. Правый полузащитник получает тот, у которого наиболее атакующий потенциал. Он получает забегать вперед и закрывать центр. Переходим на ЦАПа. Его указание оставаться впереди и замыкать навесы в штрафную. Нападающим я даю одинаково, что одному, что второму. Забегать за защитника, а оставаться впереди. Идем к следующей, третьей схеме. Ну и крайняя на сегодняшний ролик схема. Это у нас 4-2-2-2. И ее, так сказать, на струечке. Прессинг при потере мяча. Ширина 5. Глубина 5. Атакующие настройки. Атакующий стиль. Баланс по ширине игроков штрафной 6. Угловые штрафные 2. Идем непосредственно к указаниям игрока. Как обычно всегда, начинаем с вратаря. Все по умолчанию. Центральные защитнички то же самое. По умолчанию ничего не трогают. Левый и правый защитник получают указание оставаться сзади при атаке с забегания. И традиционные, хотя нетрадиционные, можно поставить обычные перехваты. И обычные перехваты. Оставаться сзади при атаке, забегания и обычные перехваты. Переходим к полузащите. Полузащита получают одинаковые указания. Закрывать соперников, оставаться сзади при атаке, закрывать центр. Цапники, либо крайние полузащитники, вернуться в защиту, замыкать навесы в штрафную, держать позицию и обычные перехваты. Оба цапника получают такие указания. Два нападающих, одинаковые указания, оставаться в центре, забегать за защитников, вернуться в защиту. Вот таким получилось сегодняшнее видео. Если вам понравился ролик, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, для того, чтобы не пропустить следующее видео. Всем до встречи и пока на стриме в следующем ролике. Удачи!